Самого меткого стрелка среди школьников Московской области выбрали в Лесногородской школе. В соревнованиях в Рашиловский стрелок в этом году приняло участие более 100 объединений со всего Подмосковья. 24 сильнейших команды встретились в финале. Позади у ребят несколько отборочных туров и ежедневные упорные тренировки. Во всех зональных объединениях прошли отборочные этапы, в том числе и у нас в Лесногородской школе. Не так давно прошел отборочный этап. Шесть команд от каждого зонального объединения вышли в финал. И сегодня на базе Лесногородской школы проходит финал этого мероприятия. Наш район представляют две команды. Это Кубинская школа номер один и одиннадцатая гимназия. Соревнования состоят из нескольких этапов. Имитационная лазерная стрельба на специальном тренажере, сборка и разборка автомата Калашникова и пистолета Макарова, полоса препятствий и интеллектуальная викторина. По словам организаторов, мало быть метким и физически подготовленным. Для победы необходимо знать историю своей страны, особенно ее военное прошлое. Это не только какой-то милитари, это не только военное искусство. Это знание истоков, знание нашей истории, знание наград, знание героев Советского Союза, знание тех, кто дал нам жизнь. Команда гренадеры Кубинки в подобных соревнованиях не новички. Ребята регулярно участвуют в юноармейских боевых слаживаниях и в ближайшее время планируют поступить на военную службу. Участвуем в этих соревнованиях уже второй раз. Это финал, поскольку мы в третьем этапе победили. Теперь мы здесь. Уготовились в школе самостоятельно. Тренировались разбирать и собирать автоматы, пистолеты. Нам это интересно и в дальнейшем мы хотим поступить в военное училище. Юноармейское движение активно развивается по всему Подмосковью. На сегодняшний день в регионе насчитывается около 250 патриотических клубов и более 17 тысяч юноармейцев.